Таким образом, Центр избирком принял специальное постановление о проведении выборов в Жан-Азене, когда в городе отменят чрезвычайное положение. И сегодня же Центр избирком исключил несколько человек из партийных списков партии Авжол, ОСДП, Нур-Тан, Адбелев, партии патриотов и АУ. Причину выяснила наш корреспондент Любовь Басхаева. ЦИК постановил отменить Жан-Азене проведение парламентских выборов 15 января. Выборы депутатов городского и Мангистауского областного маслихатов пойдут чуть позже, когда в Жан-Азене будет отменено чрезвычайное положение. Мы рассматривали другие варианты обеспечения конституционных прав голосовать и быть избранным, но все меры, которые, допустим, мы предполагали, обсуждали, они идут в разрез и, значит, нарушается закон о выборах республики Казахстан. Поэтому мы обратились в Конституционный совет, Конституционный совет нам такие разъяснения дал, и руководство с этими разъяснениями мы сегодняшние постановления и приняли. Сообщили в Центр избиркоме и об исключении в общей сложности 18 кандидатов депутата Мажелиса из списка всех партий. В ходе проверки документов были выявлены расхождения в съедениях, указанных ими в декларации о доходах с данными налоговых органов. Мы не имеем права озвучить то, какие суммы или какое имущество не было задеклалировано тем или иным конкретным лицом. Однако я могу сказать, что речь идет о весьма внушительных денежных суммах, исчисляющихся несколькими десятками миллионов тенге и десятками тысяч долларов США. Также имеются факты, когда они были отражены в декларации объекты недвижимости, квартиры, земельные участки, автомашины и доли участия в коммерческих товариществах, обществах и предприятиях. С учетом последней сверки данных избирателей, ЦИК принял решение изготовить дополнительно еще более 24 тысяч бюллетеней на парламентские выборы, включая резервный 1% и почти 49 тысяч бюллетеней на выборы депутатов Маслихаты. Любовь Басхаева, Канатабильдин, Агент Сахабар, Астана. Более подробнее о том, почему уже на Узении не могут проводиться выборы, нам расскажем...